Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова Сегодня у нас в гостях гинеколог, эндокринолог Центра диагностики и лечения ЛАЙТ Ольга Григорьева Здравствуйте, Ольга Вячеславовна Здравствуйте Сегодня мы обсудим и разберемся в такой сложной и очень интересной теме, как интимная пластика Что это такое, зачем это нужно применять и нужно ли Итак, Ольга Вячеславовна, первый вопрос к Вам Что такое интимная пластика? Как давно появилась такая услуга в Центре ЛАЙТ? Интимная пластика или эстетическая гинекология Это направление в гинекологии, которое стало развиваться не так давно Призвано устранить эстетические, функциональные недостатки у женщин Связанные с возрастными изменениями С травмами, которые произошли в течение жизни Послеродовые, либо травмы просто в течение жизни Какие-то травмы в области половых органов произошли Значит, с индивидуальными особенностями строения Также по генитальной области Ну и которые главным образом мешают полноценной функциональной жизни женщины И личной жизни женщины Значит, интимная пластика, она делится в принципе на два больших раздела Это хирургическая пластика и интимная контурная пластика Вот, которая в последнее время совсем недавно вот она стала развиваться Это пластика с помощью гиалуроновой кислоты Для введения гелей или филеров, по-другому как их называют Для устранения, опять же, вот каких-то эстетических недостатков и функциональной коррекции То есть не только в лайте это недавно появилось Но и вообще контурная пластика как явление довольно-таки новое Да, интимная контурная пластика с гелями Это, ну, может, в течение нескольких лет развивается вот так Ну, у нас в стране, можно сказать Вот, в Кирове она тоже есть Не только в нашем центре её делают Ну, у нас вот она появилась недавно В течение нескольких месяцев Есть возможность заниматься данной проблемой женщин Можем мы сказать, что такая услуга считается востребованной Достаточно в мире, ну и в Кирове в частности Ну, услуга достаточно востребована Всё просто зависит от материального состояния женщины Потому что всё-таки это не жизнеугрожающее состояние Которое требуется корректировать И поэтому женщины, конечно, выбирают уже возможность Если есть возможность, желание что-то исправить у себя Тогда, ну, как бы обращаются по этому поводу То есть улучшение какого-то мышечного тонуса Не только который влияет на внешнее эстетическое качество На функциональность Но и, возможно, что предотвратит какие-то проблемы Осложнения в будущем Да, да Именно коррекция функциональных нарушений О которых женщины очень часто не говорят Считая, что это так и должно быть в жизни Мама ей говорит, что у меня всё такое было Бабушка ей говорит, что у неё такое было Там подружки, соседки говорят, что у всех это всё есть И поэтому считается, что это нормально Так должно быть К этому надо привыкнуть и с этим жить Но на самом деле существует сейчас Очень много способов коррекции Всех этих проблем Без которых можно прекрасно жить Мы сегодня три аспекта этих разберём То есть это эстетические показания Когда женщина сама хочет улучшить качество И красоту своих половых органов Это улучшение качества сексуальной жизни женщины И это медицинские показания Вот как раз о чём вы сейчас и сказали Те аспекты, которые лучше бы, возможно, изменить Для последующей жизнедеятельности Итак, давайте тогда начнём с эстетических показаний Что заставляет женщин прийти к вам Чтобы сказать, что я хочу в себе что-то изменить Что это может быть? Значит, ну, женщины, как правило, приходят Когда их не устраивает Ну, внешний вид Ну, допустим, не нравится ей, что они больше, чем хотелось бы Либо одна кажется и больше, другая меньше Ну, на самом деле бывает такое, что асимметрия явная Одна больше, одна меньше Бывает, женщины уже приходят Ну, в более немножко старшем возрасте Когда начинается изменение эластичности кожи Снижение тургора кожи И они уже выглядят Ну, менее красивыми, эстетично, так скажем Менее наполненными То есть уже там морщинки появляются Так же, как по сути и на лице Потому что кожа у нас во всех, да, частях тела есть И там тоже Вот, когда тоже происходит уже птоз Возрастное изменение, опущение Вот с этими проблемами Это чисто эстетически Ну, либо бывают тоже, опять же, какие-то рубцовые изменения После травм Чаще всего, конечно, это послеродовых Которые тоже не нравятся Женщине, как выглядит Вот приходят тоже с этой То есть все, что не устраивает, что хочется изменить Там можно прийти к вам Что в каждом случае, какие манипуляции у вас производятся? Манипуляции есть возможность сделать Вот опять же, двумя методами Либо хирургически что-то исправлять Либо инъекционно Значит, инъекционно, как правило, можно что-то увеличить Или добавить, так скажем Понятно, что инъекциями ничего убрать не получится Можно инъекциями увлажнить слизистую Можно изменить ее тургор Ну, сделать как бы более наполненной Более насыщенной Она будет казаться Ну, внешне выглядеть И при этом уже как раз улучшается и само состояние То есть не беспокоит сухость Не беспокоит дискомфорт То есть более увлажненное состояние слизистых Тоже женщине больше нравится Когда есть какие-то проблемы с сухостью Значит, если хирургически То, как правило, все-таки здесь больше Ну, уменьшение объемов Укрепление мышц тазового дна Чаще всего здесь именно беспокоят женщин С чем они обращаются Это уменьшение объема Либо, ну, не нравится размер Как правило, не нравится все-таки Недостаточный размер В этом варианте Как правило, тут больше помогают Как раз инъекционные методы Когда введением филеров препаратов гиалуроновой кислоты Можно увеличить Ну, можно увеличить размер Немножко изменить форму больших половых губ Вот, либо уже возрастные Когда это изменение птоз И липодистрофия их уменьшения То, соответственно, тоже добавить объема Чтобы было более, ну, привлекательно Для женщины выглядело Скажите, пожалуйста, как часто Такую процедуру нужно повторять? Значит, поскольку гиалуроновая кислота Относится к естественным веществам Она в организме полностью разлагается В результате, ну, ферминативных метаболических процессов Чаще всего в районе года То есть 9-12 месяцев Дают на биодеградацию естественной гиалуроновой кислоты Но там очень много зависит от индивидуальных особенностей От скорости метаболизма От наличия сопутствующих каких-то веществ От интенсивности, ну, там, физической активности То есть, ну, от 9 до 12 месяцев Ну, рекомендую через полгода приходить смотреть Если нужно что-то корректировать Ну, вот, где-нибудь через полгода посмотреть Это у нас инъекционные Это инъекционные Что касается именно хирургического вмешательства Значит, ну, хирургическое вмешательство Оно, как правило, ну, по сути, получается радикальное То есть, если мы что-то убираем То мы уже хирургически добавить ничего не сможем Да Ну, и тут получается, ну, эффект, по сути, постоянный Идём далее Ещё какие эстетические возможности есть у интимной пластики? Женщины приходят для того, чтобы их уменьшить Когда кажется, что, ну, сильно большие Там тоже выходят за пределы уже И женщины приходят вот именно чаще с целью коррекции вот этого То есть, чтобы уменьшить их размер Чтобы они были, ну, маленькие, красивенькие Вот с этой целью Это если касаясь малых Ну, здесь тоже коррекция, это вот хирургическое Вполне себя оправдывает И это всё проводится не по показаниям, а именно по желанию женщины? Ну, здесь основная масса, да Это больше эстетические показания Именно по желанию женщины Самая, на мой взгляд, важная Возможность интимной пластики Это то, что у нас производится по медицинским показаниям Да, то, что пригодится, возможно, в будущем Да, что это такое, какие есть возможности Как себя обезопасить, да, в некотором смысле Значит, ну, основные медицинские показания Которые идут в интимной пластике И в эстетической гинекологии Больше всего касается, конечно, промежности И состояния мышц тазового дна Это основная большая такая группа Потому что очень часто женщины Именно с этим приходят Когда их это беспокоит уже в функциональном плане То есть здесь начинается опущение стенок влагалища В начальных стадиях Которое впоследствии перейдёт в неполное выпадение И впоследствии в более возрастном В более старшем возрасте Может перейти в полное выпадение Значит, и вторая большая группа Это недержание мочи Когда бывает у женщины стрессовое недержание Потому что недержание бывает двух видов Коррекция хирургическая Придёт при стрессовом недержании Стрессовое недержание Это когда идёт подтекание мочи При физическом напряжении Кашле, чихании Ну, там, при сильном смехе Вот, когда тонус Давление в мочевом пузыре Начинает преобладать над давлением в уретре И происходит подтекание мочи Значит, вот эти две такие, ну, большие основные Группы показаний Которые можно корректировать При помощи манипуляций В эстетической гинекологии Значит, основное Здесь больше будет операций На мышцах промежности В виде перенеопластики Значит, у нас есть возможность Сделать нитевую перенеопластику Это когда вводится специальная нитка В основании Ещё немножечко про перенеопластику Расскажите, что это такое Значит, перенеопластика Это пластические операции В районе промежности Для укрепления мышц тазового дна Уменьшение изъяния половой щели Проводится, как правило, вот именно Операционно Значит, есть операции Которые делаются уже большие Так скажем, в большой гинекологии Там идёт перенеорофия Это когда иссякается Вся рубцовая ткань, которая есть Или если нет рубцовой ткани Просто иссякается кожа И создаётся Дополнительная связь между мышцами Промежности для их укрепления И потом уже подшивается Матка, шейка матки Это большая двухэтапная операция Каким образом создаётся Дополнительная связь между мышцами? Они сшиваются между собой Получается, да Значит, в наших условиях Есть так называемая Мини-инвазивная перенеопластика Это когда мы с помощью специальной нити Укрепляем мышцы тазового дна То есть в области промежности Она вводится, эта нитка Она длительно не рассасывающаяся То есть результаты этой операции Ну, тоже нельзя сказать, что он пожизненный Потому что всё-таки Нитка рассосётся И эффект будет, может быть, немножко похуже Но на несколько лет его хватает Вот И, значит, укрепляются мышцы тазового дна Эта ниточка идёт как каркас На неё ещё по пути потом нарастает Коллаген волокна там Соединительной ткани и всё И создаётся вот такая как бы укрепляющая Система для поддержания мышц тазового дна При выраженных опущениях, выпадениях Эта операция уже поздно получается делать А вот в небольшом, когда есть зияние половой щели Опущение может есть, но там первой степени небольшое Вот операция очень эффективна И подтягиваются стенки влагалища в результате И укрепляется промежность При том, что эта операция не противопоказания для будущих родов То есть ничего страшного в этом нет То есть можно сделать эту операцию И планировать роды самостоятельным путём Я имею в виду Точно как обычно В будущем Как женщине понять, что ей уже нужно Задавать себе вопросы по этому поводу Нужно ли это? Значит, ну не сразу понятно После родов прошёл, допустим, год, два, три И всё равно ничего не сокращается То есть это тоже всё можно заметить И второе, если у женщины появляется Вот эта проблема с недержанием То есть недержание мочи Когда немножко подтекает каплями Многие приходят, говорят, что подтекает На скакалке прыгаю Подтекает Или там, допустим, вот там Кашлянул, чихнул И тоже как-то чего-то Вот тогда, конечно, уже нужно идти Это ненормальная ситуация Да, наши бабушки, мамы Все это испытывают Но раньше не было таких возможностей Коррекции Все с этим жили Никуда не денешься Сейчас всё это можно сделать так Чтобы не было этих неприятных ощущений Улучшить намного качество Просто качество жизни улучшить у женщины Чисто психологическое и функциональное Если стадия, скажем так, более запущена В этом случае Возможно ли какие-то изменения? Значит, если идут уже опущения Выраженной степени Или там, допустим, уже выпадения То тут, конечно, малой операции, так скажем Не обойтись Тут уже нужно планировать Делать большую операцию Ну, там есть тоже разные варианты Но всё равно всё это можно скорректировать То есть не надо ходить Ни с опущением, ни с выпадением Всё можно сделать И улучшить качество своей жизни Каким образом это корректируется? Есть специальные сетки Которые ставятся для укрепления Там и мышца заводна Или передние стенки влагалища Вот Есть операции по подшиванию органов Ну, это всё уже делается В гинекологических отделениях Вот Наш этап Это на начальных, так скажем Признаках, начальных проявлениях Всё это можно попробовать Спрофилактировать Ещё буквально с молодого возраста Только там Первый раз были роды Второй раз были роды Если появляются какие-то симптомы Вот Ну, нет возможности Или можно не сразу, конечно, делать Все эти манипуляции Операции Именно с помощью гимнастики Или специальные Есть тренажёры Сейчас появляются разные Для укрепления мышц тазового дна Да, расскажите про это Когда в домашних условиях Это может сделать каждая женщина Самое банальное упражнение Которое можно делать Начиная с молодого возраста Не обязательно До родов, после родов Хоть постоянно Для тренировки Это так называемые упражнения кегеля Самое банальное из них Это Пробовать мышцами Не знаю, как это называется Играть мышцами промежности Пытаться их сжать Вот как Значит, можно это делать Буквально практически в каждый Ну, акт мочеиспускания Когда вы идёте в туалет И пытаться остановить Ну, грубо говоря Вы писаете И остановить струю мочи То есть вот мышцами Самое эффективное получается упражнение И можно делать практически нудяное Сколько раз в день Столько раз и делаете При подготовке к беременности Я слышала, что тоже такие упражнения Даются женщинам Для укрепления мышц Да, все эти упражнения можно делать И при подготовке к беременности И после родов И просто в обычной банальной Ну, в обычной текущей жизни Ну, это вот самое простое Которое вообще не требует Ну, никаких усилий Дополнительных средств Там или чего-то Есть, конечно, более Рассвернутые программы В фитн-центрах проводят По укреплению мышц таза в дна Тогда уже там идут Ну, там на мячиках упражнения Там специальные группы упражнений И есть ещё большая группа Тренажёров Которые в последнее время появились Они тоже выглядят по-разному И в виде конусов И в виде шариков И в виде специальных аппаратов Для стимуляции мышц таза в дна Которые всё это можно сделать И с целью профилактики И на начальных стадиях Ну, допустим, опущения И слабости мышц таза в дна В молодом возрасте Ольга Вячеславовна Расскажите, пожалуйста, теперь о том Как именно И где данные манипуляции Могут проводиться Ими в виду инъекционные И хирургические В центре ЛАЙТ Какие есть аппараты Как это всё производится Значит, ну, если вы хотите Получить консультацию Или какую-то процедуру Вы всё равно записывайтесь На консультацию Потому что просто Самой записаться На какую-то процедуру Не получится Надо дополнительное Обследование Насмотреть, что нужно Конкретно С каждой женщиной Индивидуально И определяться уже Либо там будет Хирургическое Либо инъекционное Либо там Какая коррекция Значит, либо Вообще никакой коррекции Не требуется Ну, вот там Обойтись там Упражнениями Или чего-то Ну, всё это можно Индивидуально После разговора Осмотр женщины Значит, приходят На консультацию Вот У нас есть Операционная малая В которой мы делаем Все эти операции Есть возможность Дачи наркоза Для женщины То есть есть операции Которые делаются Под общим наркозом Есть возможность Делать под спинальной Анестезией Всё это делается Естественно В присутствии Анестезиологов Женщина В условиях Гневного стационара То есть женщина У нас находится После операции Приходит в себя И когда она чувствует Себя хорошо Ну, ближе к вечеру Как правило Она уходит домой Женщина сама решает Это будет общий наркоз Или анестезия Спинальная Всё зависит от того Какая будет Манипуляция Операция Есть возможность Сделать И под общим И всё это обсуждается Ещё и с анестезиологом То есть Как это всё Лучше сделать женщин Более удобно Чтобы было После операционный период Что себя включает Как нужно Себя вести На что обращать внимание Значит После операционный период Опять же Зависит от того Какая была коррекция Значит Если Была инъекционная Допустим Коррекция То тогда Там обязательно Нужен период На стабилизацию Вот этого филера Гиалуроновой кислоты Чтобы он Раньше времени Не рассосался Чтобы всё Прошло нормально В этом плане Значит Для этого На неделю Исключается Посещение Бань Саун В общем Тепловых Каких-то процедур Это обязательно Исключается Активная Физическая Нагрузка Ну в виде Фитнеса Тренировок И всего прочего И исключается На период Ну до недели До двух Половая жизнь Как только стабилизация Ну вот Гиалуроновой кислоты Филера Произошла Дальше в принципе Ну обычная жизнь Там никаких Таких особенностей Нет Единственное Что Ну вот раз в 6 месяцев Показывается Ну устраивает Не устраивает Нужно ли там Что-то добавлять Потому что Дополнительная коррекция Или В принципе Уже в течение После трёх месяцев Уже можно Если что-то не нравится Добавлять Докорректировать Изменять Если эта операция Делать хирургическим путём Опять же Всё зависит от того Где там И что делалось Если эти операции Идут на промежности То там в течение Двух недель Нельзя сидеть Понятно На период реабилитации Даётся здесь Больничный лист Потому что По-другому Не получится Никак Ну и там Обработки соответствующие То есть Ну здесь Ну более Ну серьёзное Так скажем Послеоперационное введение То есть Ну послеоперационный Период Зависит от того Какая конкретно У вас была процедура Расскажите Расскажите пожалуйста Ещё о противопоказаниях На что обратить внимание Значит Противопоказания Основная группа Ну опять же Будет К хирургическим И к инъекционным Противопоказания Ко всем Так скажем Манипуляциям Это тяжёлое состояние Соматическое То есть Какая-то тяжёлая Патология Ну там Сердечно-сосудистая Певичёночная Почечная Система Ну в стадии Декомпенсации Ну понятно Что женщина Вряд ли В этой ситуации Вообще В принципе Обратится В медицинскую Организацию С этими Вот проблемами Значит Наличие Воспалительного Процесса Вот в области Половых органов Это очень часто Встречается Вагениты Цервициты Воспалительный Процесс Поэтому требуется Дополнительная Санация Перед манипуляциями Потому что Ну никому не нужно Чтобы в послеоперационном Периоде возникло Воспаление Обострение И в результате Вся косметическая Часть Может Сильно Сильно нарушиться Вот Поэтому Обязательно Требуется Обследование Там Мазки Кровь Ну в принципе Обычное Предоперационное Обследование И если всё хорошо Тогда Никаких противопоказаний На консультации Уже всё решается На консультации Да Ещё одна Большая группа Это Ну наличие Аллергических реакций Или индивидуальной Непереносимости Каких-то Ну этих же препаратов Хоть гиалуроновая кислота И относится Ну к натуральному продукту Который очень хорошо Переносится Ну и всё равно Казусы всегда Какие-то случаи случаются Что есть Индивидуальная Непереносимость Понятно Тогда здесь Ну не получится Ничего сделать А это как-то проверяется Если женщина не знает О том что Ну и нет Нет непереносимости К сожалению Никаких проб На гиалуроновую кислоту Ну не производится Тут нет такого метода Поэтому как По сути в любой препарат Как любая Мы делаем Да И ну смотрим Будет непереносимость Не будет непереносимость Ну вот Не было ещё такого Я по крайней мере Не слышала Что была Аллергическая реакция На гиалуроновую кислоту То есть всё-таки Это очень довольно редко Ну как Как казус Но всё равно Окузать мы это должны Что в принципе Это возможно Возрастные ограничения Существуют ли? Ну до 18 лет Никакая интимная пластика Не делается Возраст Это однозначно Значит Ну В виде старшего возраста Тут уже больше будут Ну какие-то Соматические ограничения Именно по Так конечно Никаких возрастных показаний Дальше Ну После 18 лет Нет Вот там уже Всё индивидуально То есть И в возрастных пределах Тоже Да Женщины более старшего возраста Всё это можно делать Просто нужно смотреть Как Чего В каком объёме Да Я слышала Что есть ещё Сочетание процедур Которые возможно У вас в центре провести Здесь Какие нюансы есть? Ну В принципе Можно сочетать И инъекционные Там с хирургической Между собой Инъекционные С инъекционными Единственное Что не рекомендуется Делать Больше 4 миллилитров Гиалуроновой кислоты Ну Вот за раз То есть Если оно делается В несколько точек То получается Ну всё-таки Чтобы этот объём Был не больше Вот Если сочетается Хирургическая То тут Ну как бы Тоже никаких Таких явных Противопознаний Одно другому Нет То есть Делается Операция Допустим На промежности Вариации Абсолютно Различные Возможные Вариации Возможные Различные Да И всё это Можно определить Непосредственно Придя на консультацию В Центр диагностики Лечения ЛАЙТ Да Непосредственно Кольге Вячеславовне Григорьевой На этом Я думаю Что Тема Интимной пластики Можно считать Исчерпанной Да Рассказали О всех Основных Аспектах Если вопросы будут Обращайтесь В Центр ЛАЙТ К Ольге Григорьева Спасибо большое Вам за информацию Вам спасибо Всего доброго Будьте здоровы До свидания Номер телефона Для записи К специалисту 711-100 Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь У специалиста